Господа, не торопитесь сразу же выключить этот ролик, это все еще о деле Вадима Харченко и в то же время не об этом деле. Прежде чем вы увидите замечательный ролик, как я полагаю, прекрасной женщине, которой я хотел бы от всей души помочь, так как в этом деле рядом с мужчинами пытается бороться за правду женщина, которая, несмотря на слабый пол, показывает неслабое знание закона и твердый характер, даже я бы сказал в пример многим мужчинам. А вот что я хотел бы сказать в самом начале мысль, на которую меня натолкнула она и многие другие. Вчера я просмотрел приблизительно 50 роликов, не поверите, я сидел до 3 часов ночи, у нас сегодня выходной, смог позволить себе такую роскошь. И поймал себя на мысли, что люди, живущие за пределами России, они очень спокойно рассуждают об истории с адвокатами, исками, многие из них уже сталкивались с судебной системой в своих странах и абсолютно расслабленно воспринимают эту ситуацию. Они говорят, что я участвовал, выиграл, справедливости добиться возможно, нет никаких проблем, я привлеку своего адвоката, пусть попробуют и так далее, и так далее. Российские граждане, которые, видимо, никогда не сталкивались с судебной системой, либо запуганы, что у них какая-то совершенно извращенная система, в основном дают заднюю. Люди, которые вот так вот раскидываются такими, что они кого-то засудят, они понятия не имеют, что такое суд, они понятия не имеют, что такое доказательная база, они понятия не имеют, как адвокаты второй стороны прокапывают всю доказательную базу человека, который на них впадал. Потому что, когда ты судишься о клевете, иногда подается встречный иск, а иногда он даже не подается, когда нет смысла это делать. А потом это надо еще умудриться будет все доказать, потому что, если ты не доказал, ты будешь платить. Во-первых, ты должен будешь заплатить адвокату за работу, во-вторых, если ты не доказал, ты должен будешь оплатить человеку издержки. Мне, кстати, когда я выиграла суд, мне это все оплатили. Это тоже деньги, оплачивать это будет не адвокат, а человек, которого он представляет. Адвокат не может представлять самого себя. Он представляет, соответственно, человека. И адвокат потом просто смоется и скажет, окей, упс, мы проиграли, плати. Поэтому подавать-то адвокаты могут, отвечать придется тому, чьи адвокаты это делали. Если бы, конечно, русские люди настаивали в каждом конкретном случае, то есть как сейчас, например, объединились и добились правды до конца, тогда, возможно, и в других делах они шли бы до конца, до, как говорится, торжества законности. А русские люди в основном, как только дело чуть приобретает серьезные черты, еще далеко не серьезные, но их начинают активно запугивать, они тут же отступают. Я представляю, как сейчас Дмитрий Куприн в очередной раз впадет в истерику и будет кричать, что я подонок и мерзавец, плохо отзываюсь о русских и России. Я неплохо отзываюсь, я просто вижу это по фактам. Лишь некоторые решили стоять до конца и отстаивать свои права, в том числе на свое мнение, на свободу слова. Остальные же либо поспешили удалить ролики, либо прямо так в прямом эфире попытались через экран дотянуться до ануса Вадима Харченко. Это один небольшой эпизод, но четко показывающий лично мне, насколько люди в России не готовы бороться за свои права. В любой сфере, неважно, пытаются ли их обвинить в клевете, забирают ли у них какие-то права, давят ли на них в какой-то конкретной истории, они не могут бороться за себя, абсолютно не верят в то, что можно добиться справедливости, можно добиться исполнения законов, особенно если ты не один, а вас много, но проще русскому человеку проще отступить. Я никого не призываю к борьбе, абсолютно никого, просто те, кто уже очень сильно испугались, Давайте всмотримся повнимательнее в эту комичную фигуру адвоката, который делает некое заявление на фоне какого-то непонятного учреждения. Я не знаю, насколько это типично для России, по мне, так это какая-то шашлычная или забегаловка где-нибудь на краю города. Удивительно, что он не делает свое заявление в своем кабинете, не представляется полным именем. Моя фамилия Абрамов, это совершенно не свойственно представление для серьезного адвоката. Выглядит парнишка, ну вот, явно не внушительно. И я так думаю, что за собранные деньги Вадим легко может найти человека, который за небольшую сумму скажет на камеру все, что угодно. Не было показано ни лицензия, ни номер, никаких подтверждающих документов. Итак, к интересному, самое главное, фактологически четкому ролику женщины под именем Аиша Алам. Надеюсь, я правильно произнес. И призываю вас, естественно, если вам понравилась ее работа, мне лично очень нравится ее голос, подписываться на ее канал. И последнее. Господа, не давайте заднюю, не только в этом случае, во всех остальных. Если вы чувствуете, что вы правы, может оказаться так, что вы на самом деле правы. Приветствую вас на моем канале. Сделаю маленькое отступление. В этом ролике я высказываю исключительно мое мнение, на которое я имею полное право. Ну и начну я с самых первых слов адвоката. Человек на видео заявляет. Я являюсь адвокатом первой городской коллегии адвокатов Адвокатской палаты Краснодарского края. Ну что остается делать? Гуглим эту первую городскую коллегию адвокатов Адвокатской палаты Краснодарского края. И первое, что я нахожу, это сайт за честный бизнес, который говорит о том, что рейтинг организации низкий и компания существует меньше года. Также видно, что судебные дела 0-0, лицензии 0. Я не знаю, насколько можно доверять этому сайту, но в любом случае я оставлю ссылку под видео, и вы сами посмотрите. Там вы также сможете найти дату регистрации, руководителя, учредителей, юридический адрес и много всяких разных деталей. Также по этому запросу я попала на сайт list.org. Там, как вы видите, написано арбитраж не найден, сертификаты соответствия не найдены. Этот сайт тоже оставлю в описании под видео, сами посмотрите. А вот эта информация с сайта Налог.ИО. Тоже ссылочку оставлю в описании под видео. Самое интересное, что электронный адрес не найден, телефон не найден и сайта тоже не найдено. А это информация с сайта Spark Interfax. Посмотрите на оценку информативной открытости. И опять-таки контактные данные отсутствуют. Арбитражные дела, судебные дела 0, в качестве ИСА 0, в качестве ответчика 0. Исполнительные производства, текущее производство 0, завершенные производства 0. Существенных событий, как мы видим, тоже нет. Дочерних предприятий 0, совладельцев 2. Я уже не буду вставлять. Также есть другой сайт RusProfile. То же самое, нет никакой информации. Лично мне кажется странным, что в этой коллегии адвокатов нет доступного телефона и сайта, только адрес. А следовательно, мы не можем посмотреть, какие адвокаты с ними работают. Представленные имена и фамилии не соответствуют имени и фамилии данного персонажа. А представился он как Абрамов, без имени и отчества. На сайте АПКК я не нашла ни одного адвоката с такой фамилией. Там список бесплатных адвокатов по Краснодарскому краю. Также я не нашла этой фамилии на сайте Право.руб в реестре адвокатов по Краснодарскому краю. Все ссылки будут под видео. Я считаю это странным, что человека с подобной фамилией невозможно найти в списке адвокатов, ни платных, ни бесплатных. Я считаю странным, что человек, представляясь адвокатом, не называет свое полное имя, отчество, а также номер лицензии или удостоверения. Данное видео абсолютно никак никому не показывает, что это за человек. Я доказательств в этом не вижу. Этим человеком может быть кто угодно. Он может иметь эту фамилию, а может и не иметь. Может быть адвокатом, а может и не быть. Потом он говорит, в этой связи я изъявил желание оказать ему юридическую помощь. Лично я понимаю эти слова так, что Вадим к нему не обращался, а именно этот адвокат обратился к Вадиму своим предложением оказать ему юридическую помощь. С другой стороны, в принципе, все логично. У контора, у которой нет ни телефона, ни сайта, естественно, что люди их найти не могут, поэтому они сами ищут себе клиентов. Немного странный способ, конечно, но да ладно. Ален говорит, в данном случае он является потерпевшим. Вопросов со стороны закона к нему нет и не может быть. Лично я не понимаю, зачем потерпевшему адвокат, а тем более два адвоката. Потом он говорит про вопросы со стороны закона. Может быть, со стороны закона к нему вопросов и нет, но зато у него есть много вопросов со стороны блогеров, а также у постоянных подписчиков, которые ни сам Вадим не ответил, ни адвокат не прояснил ситуацию. Потом он говорит, помощь оказывается мной на добровольной основе, бесплатно. То есть вот это сообщение его, оно о чем говорит? О том, что люди не знают, что такое добровольная основа. Зачем уточнять еще раз, что это бесплатно? Это и так понятно. Лично я вижу в этом какой-то подкол своего зрителя. Ну, допустим, он считает, что кто-то не знает, что такое добровольная основа. Ладно, идем дальше. Мальчан говорит, медицинские документы составлены как в медицинской организации города Краснодара, так и составленные в Москве. Из этих документов следует, что причинены телесные повреждения моему доверителю, как огнестрельные, судя по всему, с травматического оружия, так и ножевые ранения. Будем добиваться возбуждения уголовного дела. Что-что? Будем? Это в будущем? То есть я должна поверить, что с 1 июня, вроде как 1 июня случилось, да, до сегодняшнего дня все еще не возбудили уголовное дело. А где же ты ходишь? Ты же показывал, что ходишь там около полиции. Ну, похоже, ты только вот именно около нее и ходишь, круги накручиваешь. И что значит добиваться? Это значит, что у вас не берут это уголовное дело, его не возбуждают или что? Что значит слово добиваться? Лично я понимаю эти слова так, что дело это еще не открыто. Но зато все наслышаны про тайну следствия и о подписке, а не разглашении. Так что же именно ты подписывал? Какое дело? В каком деле лежат твои справки, если вы еще его будете открывать и еще будете добиваться, чтобы дело это возбудили? Идем дальше. И привлечение виновных к ответственности. Кроме того, в настоящее время мы намерены подать исковые заявления о защите чести и достоинства моего доверителя, в связи с тем, что в интернете распространяются заведомо недостоверные сведения в отношении него. Здесь я обратила внимание на «в настоящее время». То есть там было в будущее время будут добиваться возбуждения уголовного дела. Это будет в будущем. А в настоящее время они намерены подавать исковые заявления. Лично я в этом вижу приоритеты подать заявления на блогеров, нежели искать тех, кто нападал, стрелял и резал. А про врачей, которые не оказали помощь, я вообще молчу. Это святейшие люди теперь уже для него. Также здесь еще присутствует одно интересное слово. Это заведомо недостоверные сведения. Так вот, заведомо из нас, из всех, никто ничего не знает. Ничего заведомо нет. Потому что заведомо недостоверные сведения могут распространять только Вадим Харченко и те, кто на него нападали. Больше никто достоверной информацией не обладает. Дальше он говорит, по этим исковым требованиям будем просить компенсации причиненного Харченко вреда. Мне интересно, а какой вред? Донаты перестали слать. Или шлют, но мало. Или вред заключается в том, что мы не верим. Думаешь, уголовное дело или компенсация как-то повлияет на нашу веру? А, кстати, тут тоже интересно сказано, будем просить. Но просить-то он умеет, да, будет дальше просить. Ну и крайнее, на что я хочу обратить внимание, это место проведения этой видеозаписи. Я считаю, что такая видеозапись должна была сделана в офисе адвоката, а не на улице. Простите, пожалуйста, вы адвокат Мариум Алун? Да. Можно вам задать несколько вопросов? Да, только по-быстрому. У меня мало времени. А можно ваше полное имя и отчество? Нет, это тайна следствия. А можно ваш номер лицензии? Нет, это тайна следствия. А можно адрес, где вы принимаете? Я же сказала, первая нижнеинтернетовская коллегия адвокатов адвокатской палаты наинижайшего интернета. Ну, адрес-то у нее есть? Конечно, но это тайна следствия. А почему вы прокомментировали ситуацию на улице, а не у себя в кабинете? Поближе к народу. А зачем пострадавшему адвокат? Пусть будет. А зачем два? Вдвоем веселей. Как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. Вы помогаете всем, на кого нападают кремлеботы? Или только избранным? Я изъявила желание. Похвально. Вы говорите, что ваша помощь на добровольной основе. Зачем вы уточняете, что это бесплатно? Для тех, кто в танке. Вы также говорите, что будете, именно будете, это будущее действие, добиваться возбуждения уголовного дела. Если дело невозбуждено, то о какой-то о неследствии ошла речь. Подписка о неразглашении какого дела была подписана? Вашим клиентам? Да и вами тоже. Вы же ее адвокат. Слишком много вопросов. Вы также упомянули, что в интернете распространяются заведомые достоверные сведения в отношении вашего клиента. Да. Вот, вы опять подтвердили. Так и что же это было заведомо? Это значит, что кто-то знает на 100%, но выдает противоположную информацию. Так? Насколько я знаю, это может быть только Мариум Аллан и кремлеботы, которые на нее напали. Больше никто не владеет достоверной информацией на все 100%. Извините, мне пора идти.